Привет-привет, меня зовут Артур, понеслась. Дальше, знаете, конверты сноураннер посыпались как из рога изобилия. На самом деле, меня это радует. И есть такая надежда, что большая часть дефолтных грузовиков переконвертируется в MadRunner. Перекочует чудесным образом, скажем так. Очень бы хотелось. Итак, у нас на данный момент посмотрим на еще один конверт. Тоже классный. К сожалению, по-моему, аддонов на него нет. Как разведчик, чисто, проходимость пока не знаю. Вот только что установил. Давайте посмотрим. Забыл название. Это Chevrolet 1500. Chevrolet 1500. Аддонов. Так, посмотрим по точкам зацепа. Одна спереди, почему-то сбоку. Ладно. Две по бокам в районе кабины. И одна сзади по классике. Емкость топливного бака 80 литров. По очкам урона 300. Тут даже есть название. Так, у нас коробка 5-ступенчатая. 1500, Chevrolet все дела. Так. Щелчки, фары есть. Так. Ну, внутри это конверт, конечно. Руль крутится, все дела. Само собой. Да, есть текстуры. Мои любимые. Которые я люблю. Видна задняя часть кузова. И тут, к сожалению, плохо видно, но там четко видно. Тоже такая некая текстура. Даже кнопка стеклоподъемника прорисована. Здорово, здорово. Так, посадка клевая. Ночь. Посмотрим. Не потеряемся. Так. Все классно. По салону никаких вообще вопросов нет. Мне кажется, и не будет. Потому что я вот говорил, да, вот еще раз, что назад смотрим. Текстуры хорошие. Нормальные текстуры положились. Неплохо. Я говорил, что, на чем я остановился, то, что в последнее время, да, вот, все конверты сноураннера довольно качественные. Их портируют. Не криво. Вообще. Благодарность большая тем, кто этим занимается, как конвертацией, выделяет свое время, драгоценное. Вот, и это же все чисто на энтузиазме. Чисто на энтузиазме. Непирая Америкосовский Лана. Так, заводим. Так. Иконка двигателя есть. Стоп. Сигналы. Есть. Задний ход. Есть. Звука торможения Адмогранера нету. Забор воздуха двигателем. По-моему, нету. Ладно. Ну, текстуры на самом деле неплохие. И, так, слетаем вниз. Что у нас внизу, а внизу, все классно. Вообще классно. Вот такая прорисовка детальная. Аппарат полноприводный. Все на месте. Да. Все здорово. Все здорово. Все классно. Так, ну, отгонок малый прицеп. У нас 200 ремок, одно очко гаража. Давайте сгоняем. Подключаемый блок дифф и полнопривод. Звуки ручника имеются. Поехали. Ну, у него что-то, знаете, по-моему, я чувствую перекручен. Строка тургуэ, так называемая, скорее всего, очень... А обороты большие. И... Я думаю, он в грязи встрянет просто-напросто. Он уже ей буксует, как он сумасшедший. Звук, в принципе, неплохой. К сожалению, автора не помню. Так, ну, давайте по самой лайтовой поедем, потому что... О, видите, что творится? Как он поедет? Он так не поедет. Ну, вот так еще более-менее. Пес, он грязный весь. Я уже знаю, что вода в салон не попадет, потому что грязь осталась... Как положено на кузове, а не в салоне. Ну, знаете, на полупониженный едет неплохо, в принципе. Я думаю, у него по скорости будет, наверное, там какие-то просто бешеные цифры. Есть такое чувство. У него перед такой, знаете, брутальный. Такой грозный. Люблю такой вид. Грубый. Ну, только так, да, потому что он едет только так. Ну, как разведчик использовать, так же, как помощник, потому что он везет дворемки и одно очко гаража. Ну, в принципе, тоже неплохо. Хотелось бы разнообразить Chevrolet. Знаете, вот у него есть место для груза, там, в виде бочки, либо в виде чего угодно, короче, колес там, что-нибудь такое. Ладно, скидываю, да, поехали, проверим его на воду. И чтобы как-то разнообразить его пользу в этой игре. Нифигам гоняет. Ну, явно перекручена скорость. Зря, конечно, так сделано. Так, воды нет. Урон получаем, воды в салоне нет. Паша что-то уснул, что ли, хрен знает. Ладно, так. Скорость посмотрим его, что ли? Так. Так, первая повышенная. Повышенная просто не первая уж. 23,6. Пониженная. 15,4. Задний ход. 14,1. Автомат. Ну, давай, полетели. В космос. 67. Пока что максимум я видел. 67,5. 71,9. Смотрите, что случилось с Пашей. Жесть. 71,9. Так, урон 30 из... 300 из 300. Урон. Блядь, ночь-то мне не нужна. Так, ладно, так. Проверяем себя на все остальное. Так. Сейчас посмотрим, что у тебя по подвеске. Там, сюда я заезжать не буду. Тут для больших машин. Бум. Бум. Классно. На нем, знаете, три алкарты гонять. Здорово. Потому что он прям заряжен на скорость, заряжен на спорт. Так, думаю. Так. Ручник на задние колеса, а вот ручник толком-то и не держит. Так, сейчас проверим. Блядь, что я делаю. На коллизию мостов, так, мою любимую прям вот коллизию. Ну, как-то непонятно. Дай-ка я... Тихо. Стоять. Да, ее нету. Тихо. 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 Ну, скорее нет, чем, да. Ладно. Понятно. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так, это проверил, то проверил. Ладно. В целом, американец неплохой. Перекручена скорость. Гоняет, как угорелый. Для триал-карт, для фана, чисто поугарать, покататься. Машинка хорошая. Его можно использовать и по прямому назначению, по перевозке леса, но над этим надо поработать. Немножко умерить его пыл, снизить ему обороты. Колеса, немножко трение колес, субстанция фриктива поднять. Бодиприктива не обязательно. И вот в этот вот кузов сделать груз в виде какого-то колеса, какой-то бочки. тех же полешек, допустим, полений. Ну, груз какой-нибудь. И прописать туда одно, максимум два очка. И тогда можно будет гонять. А так вот, как он сейчас есть, чисто папанец. Я уверен, на нем можно накручивать пятаки. Просто как к себе домой. Как к трассе. В общем, качать, не качать, решайте сами. Мы вот достоин внимания. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok